Когда тебя зацепят, важно выговориться. Вот это все эзотерики, которые там разбирают мой феномен, а назовем это так, как-то они подошли с каких-то позиций, ну, для их умопонимания, я думаю, что это нормально, они с этих позиций подошли. А вот меня, меня лично, вот теперь действительно эзотерическая сторона, если ее разбирать, волнует, ну, я бы не сказал, что волнует, а, ну, пускай волнует. Следующее. Ну, почему именно мои книги стали настолько популярны? Ведь до меня и в 90-е годы, если брать до меня, уже существовали интересные люди. Ну, некоторым из них не дала развиться система, такому, как к Виталию Караваеву. Но зато Галина Сергеевна Шаталова, у нее уже и своя школа там была, и свои ученики были, то есть уже свои наработки были. Почему не она? Далее. Иван Павлович Немывакин, он так хорошо назвался в моих книгах, а потом как-то несколько лет признался, что, говорит, а почему Малахов вот на телевидении, вот я должен был быть, а не Геннадий Петрович. Почему? Действительно, человек и Шаталова, и Немывакин, профессиональное знание, профессиональная медицинская деятельность, более того, в научно-исследовательских институтах, кандидаты там в медицинских наук, почему не они? Наконец-таки Джуну возьмем. И я слышал от людей, которые с ней общались, говорю, а почему Малахов на телевидении? А почему не я? Куда Эрнт смотрит? Как вот это объяснить с точки зрения эзотерики, настоящей эзотерики? Я начал позже их, у них были прекрасные наработки, и так бы сказать, вот они 90-е годы, и пошло-поехало. Но этого не случилось. Далее. Ну пусть согласно нашему эзотерику народ глуп, или я его как-то оболванил, как-то там зацепил, свою систему придумал, хотя вот у них-то и у Нюмывакина, и у Шаталовой, и у последователя Караваева, Самойлова-Дерябина уже были там готовые системы, ну и у ряда других этого не вышло. Почему? Такой умный человек, как Эрнст, который умудрился продержаться на такой должности при там смене правительств, выбрал меня. Почему? Вот когда на эти вопросы ответить, или ответят, вот это будут подлинные эзотерические знания, а не просто, что там случайно выпил бабушкиной мочи, и от этого у него поперло. Ну смешно, ну что вы городите, там все о Малахове, там, ну буквально все в кубе, там, в квадратуре, мури-мури, все вы там знаете во мне. Я сам о себе толком мало что знаю. А вы пытаетесь там судить о таких вещах, в которых вы вообще ничего не понимаете. Так что вот ответьте сначала на вопросы вот эти вот. Почему не эти люди, что они там глупые, что у них система там хуже была, что они там реально не работали, я уж не говорю о том, что там они обещали, реально не работали. но почему вот эти вот люди, они не оказались вот так вот волей судьбы поднятыми, понимаете? Здесь не просто там какой-то там этот так вот, а волей судьбы раз, независимо от тебя, то есть кто-то тебя опа и приподнял. а другие, которые, казалось бы, вот они, до сейчас они будут, оказались на вторых ролях. Вот это уже будет полный эзотеризм, то есть сокровенные знания. И вот когда вы будете по-настоящему им и обладать, вы будете совсем по-другому рассуждать, а нежели не потому, что там какие-то там детские штучки, рассуждать вот это, что-то у него там это. Одним словом, если так вообще сказать, если вы по-настоящему захотите жить, столкнувшись со сложными ситуациями и понимая, что те люди, которые вас окружают, эта система, которая вас окружает, она вам не поможет. То, если вы по-настоящему эзотерик, если вы по-настоящему личность, вы начнете сами себе помогать, искать, находить, а потом уже другие могут этим воспользоваться, простыми вещами, которые были изложены, вот они лежат, все это там такое. А если вы не личность, если вы действительно никто, вот и пойдете в больницу, где вас долечат до нужного состояния. Вот это всем эзотерикам посвящается, которые пытаются судить обо мне, якобы зная меня. меня. Я что что все как нет, мы таким им не ,